Христос Воскресе Позавчера было третье воскресенье по Пасхе. Это воскресенье традиционно посвящается женам-мироносицам. Это православный аналог женского дня, аналог 8 марта. В этот день мы поздравляем всех наших православных жен с этим праздником. И в нашей передаче сегодня мы как раз и поговорим о женском служении. В чем оно заключается, каких может быть проблем нужно избежать. И может быть есть какие-то рецепты, которыми мы захотим с вами поделиться. И сегодня у нас в студии непростые эксперты. Обычно вы привыкли видеть в студии священников. Но сегодня мы пригласили как раз православных женщин. Это прихожанки храма жен-мироносиц, матушка Ирина Рыбакова и Елена Ивановна Жигарева. Здравствуйте, дорогие мои. Ну, не будем перед зрителями играть. Сразу скажем, что мы знакомы более чем. Вы прихожанки моего храма. И у нас самые теплые, самые близкие отношения. Елена Ивановна Кума моя, матушка Ирина моя жена. В нашей сегодняшней передаче я предлагаю обсудить, даже не столько, может быть, к вам, как к экспертам обращаться, а в принципе обсудить проблему, ну, вот этого вот женского положения в современном обществе. Потому что мы наблюдаем сейчас достаточно печальную картину, когда образ женщины меняется. Они становятся такими, ну, брутальными. Мужеподобными очень часто, то есть принимают на себя работу, часто занимают мужские посты. От этого все накладывает какой-то определенный отпечаток. Женщина современная боится показаться слабой. Женщина современная боится показаться неуспешной. Вот. Она хочет быть на одном уровне с мужчиной. Ну, это все подогревается, конечно, феминистскими различными движениями и так далее, когда женщина вдруг в какой-то момент в прошлом начала бороться за какие-то свои права. Даже не за свои права, а за мужские свои права. Вот. Да, матушка. Ну, я вот в связи с этим хотел бы задать такой вот вопрос. Современное вот православное женское сообщество мы наблюдаем, в основном это уже такие пожилые бабушки. Молодые девушки считают, что им сейчас самое время заняться карьерой, устройством, бизнесом. Мы видим, что очень часто они загнанные. Вот для затравки такой вопрос к вам. Вы уже не первый год в православии, не первый год в церкви, вас неофитками назвать сложно. Вот, может быть, за время нахождения в храме, в церкви, за время вашего наименования христианками, какие-то вопросы церковь сняла для вас? Ну, потому что я вот, например, наблюдаю у современных женщин, что огромная каша в голове. Они приходят на исповедь. Как правило, молодые девушки, вот тоже для телезрителей я уточню, я как исповедующий священник молодых девушек тоже вижу, они приходят. И, как правило, если уж приходит молодая девушка, то у нее, скорее всего, уже что-то случилось. То есть редко приходят от того, что она счастлива, радостна, довольна. И вот этой радостью поделиться не с кем. В общем, она идет в храм для того, чтобы всех обнять, всех поцеловать, всем улыбнуться. Как правило, приходят, и там такое дикое, жуткое напряжение, там каша в голове, там абсолютное неощущение непонимания себя, куда двигаться, куда идти. Вот, и эти вопросы надмивают, эти вопросы лишают какого-то внутреннего покоя, внутреннего мира. Женщины перестают быть мироносицей. Вот для вас сняло ли православие какие-то вопросы? Или, может быть, оно их решило или помогает решать до сих пор? Вот, то есть, ну, вопросы ведь разные, всякие, жизненные, да? То есть вопросы семейного положения, вопрос воспитания детей, вопрос какой-то, может быть, иерархии в семье, да, и так далее. Ну, вот, можно обозначить просто этот круг вопросов для того, чтобы просто как-то нам было за что зацепиться и продолжить дальнейшую беседу. А, можно я начну с вопроса? Да. Свой ответ. Вот, батюшка, вы уже тоже не первый год в качестве исповедника и в качестве пастыря. Изменилось ли за то время, пока вы стоите вот на своем посту, изменилось ли состав, вот, женский состав? Ну, в основном, конечно, все держится, действительно, продолжает держаться на бабушках, да? Но вот молодое поколение все-таки, там меняется вот этот... Я понял, почему вы этот вопрос задаете. Да, действительно, ну, если даже по нашему приходу, конечно, судить, мы видим, что сейчас большое количество молодых девушек становится прихожанками храмов. Я не знаю, как во многих храмах, но в нашем действительно достаточно высокий процент женщин среднего возраста, то есть 30 и чуть-чуть за 30 лет, и немало девушек молодых, кто еще студентки, да. Ну, и вот, как бы в продолжении этой мысли, я наблюдаю, меня очень радует, что молодежи все-таки больше, и я наблюдала пасхальную ночь, что храм был наполнен молодежью, ну, совсем молодыми девушками, и парами молодыми, и семьями, то есть супругами молодыми. Но вот я еще хочу отметить то, что, вероятно, осознанный приход в храм все-таки связан с рождением детей у женщины, когда рождаются дети, и ответственность, понимание того, что она отвечает уже за больший круг, ну, созидание этой жизни, приводит ее в храм. И там как раз она, думаю, что женщина, она ходит много ответов в связи с воспитанием, с рождением ребенка, детей, в связи с тем, что нужно их воспитывать и куда-то везти. То есть нужно дать направление детям какое-то. То, что в отличие вот от женщины в храме, конечно, мир, мирская среда, она, ну, наверное, у женщины-мамы может сеять только, ну, панику, очень много паники и внутренней тревоги, ожидание неизвестного тревоги за своих детей, за их будущее. Ну, то есть проблем действительно очень много. И каким образом... Ну, стереотип такой, что нужно обязательно дать детям, безусловно, у православных то же самое, та же самая задача, дать детям хорошее образование. Вот мне иногда кажется, что православные боли на эту тему заморочены. Нет? Да нет. Ну, не знаю, мне кажется... Ну, вот я планировал об этом поговорить чуть позже, может быть, даже в отдельной передаче о православном... Да, о православном воспитании детей, то есть как воспитать своих детей православными. Но мы, например, наблюдаем, можно ли тогда здесь говорить о религиозности и псевдорелигиозности, когда у современных христиан много страхов? Ну, действительно, нам очень часто это в вину как раз и ставят. Вот современные люди видят, что христиане в какой-то панике. Они боятся новых паспортов, они боятся НННов, они боятся, что нас кто-то предаст, продаст. Ну, это такая тема уже к женскому служению, может быть, не относящаяся. Но мне кажется, что как раз подлинная, настоящая... Не будем даже говорить православие или христианство, а подлинная вера, она как раз снимает вот эти вот страхи и напряженность. То есть есть какая-то внутренняя убежденность, ощущение того, что ты с Богом, и если, как говорил апостол Павел, ты с Богом, то кто может быть против тебя? Да, согласен. Вот. А так все-таки вот именно в вашей жизни какие-то вы... Я уж прошу прощения, как давно в церкви, Ирина Ивановна? Ну, у меня, кстати, тоже, я невольно возвращаюсь к семь детей, ну, собственно, меня тоже привели дети, не мои собственные даже дети, а дети, с которыми... ну, сложные дети, с которыми я работала, и там реально я ощущала, что нужна поддержка какая-то. И то есть вот понимание того, что поддержку в воспитании детей можно найти только в храме, вот пришло... Вот и как бы дети меня привели в храм. Потом я уже просто сама пришла туда. Ну, вот когда вы переступили порог, вот пришли с детьми, да, я напомню нашим зрителям, что с Еленой Ивановной мы давно достаточно сотрудничаем. Елена Ивановна психолог, работала с трудными подростками, и в свое время работала в центре Рады, и там мы с ней познакомились. И вот понятное дело, что вы до этого времени были психологом, работали-работали, и до этого времени вы к церкви не обращались. Вот что заставило вдруг при работе с трудными подростками обратиться к церкви? Я помню, вы тогда в первый раз пришли к нам, я еще тогда служил на совершенно другом приходе, и пришли, обратились, что нужен священник, чтобы поехать в поездку с трудными подростками, окормлять и так далее. Вот что вдруг заставило обратиться к церкви в этот момент? Чего захотелось получить? У детей, с которыми мы работали, не было семьи. То есть, ну, семья, как бы опоры, мама, папа. То есть это два, две ноги, две опоры, на которые ребенок опирается, и уже опираясь на эти две ноги, он может дальше идти по жизни в путь. Вот эти дети, как бы отсутствовали, опоры у них отсутствовало, то есть на что им надо было опереться, а мы, ну, то есть был вариант или всех этих детей брать в свою семью и просто их, жить с ними каждый день, и просто проживать вместе с ними жизнь. Или, а так как я, ну, понятное дело, не могла этого сделать, то тогда, безусловно, мы искали возможности, на что же опереться. И, ну, вот в мире, в мирской жизни, как бы этой опоры не находилось. То есть школа для детей, это дополнительное сопротивление. Мы подходим как раз к ответу, что, кроме всего прочего, церковь дает некое ощущение опоры. Конечно, безусловно. Отсюда исчезают страхи. Безусловно. Ну, опоры, мне кажется, не только при рождении детей, но и вообще при создании семьи, потому что тоже нас в современной жизни ориентирует по большей части получать удовольствие. То есть мало труда, но много радости и веселья. Развлечения. Да. Очень интересно, что слово развлечение имеет общий корень со словом отвлечения. Ну, да. Чего-то мы отвлекаемся во время развлечения. А семейная жизнь – это все-таки достаточно такой труд. И вот церковь, она ориентирует в этом вопросе очень хорошо. Ну, вот ты, матушка, с седьмого, с восьмого класса в церкви. То есть твой путь взросления уже достаточно долгий в церкви, да, то есть во церковлении. Какие-то вопросы перед тобой в восьмом, даже в седьмом классе не стояли, которые стоят перед современной женщиной, уже взрослой, которая вынуждена… Самое главное, что интересно, да, что она вынуждена именно выживать. Мне еще кажется, еще один такой момент, что церковь дает возможность жить, а не выживать. То есть несмотря на то, что вокруг тебя там войны, мир колбасит, что называется, и трясет, вот, христианин все равно находит поводы улыбаться. Все равно находит поводы жить не сагбенно, но с выпрямленной спиной. Так вот, ты достаточно в юном возрасте пришла в церковь. Что для маленькой девочки 14-15 лет помогла решить церковь? Потому что нас сейчас могут смотреть в том числе и молодые девчонки, которые вот тоже думают, а что там в церкви делать там? Ну, сейчас в самое время брать от жизни все – дискотеки, танцы и так далее. Почему вот в какой-то момент тебе стало, ну, если не интересно ходить на дискотеке, то стало почему-то интересно ходить в церковь? Что вот в 14-15 лет тебя привлекло? Ой, ну, вообще я могу сказать, что, наверное, в 14-15 лет я не настолько осознанно, что ли, туда пришла, вот, то есть пришла тоже скорее за компанию, вот. Хотя какой-то интерес, конечно, у меня был, но по-настоящему задумываться о каких-то серьезных вещах я начала как раз, наверное, когда стала задумываться о замужестве, вот. То есть перед свадьбой. Ну, то есть, как ни крути, мы подходим к теме, вот, уже исходя, да, из всего сказанного, что все-таки о женском служении, да, в чем оно заключается. Мне есть, что на эту тему сказать, а вам есть, что на эту тему сказать, в чем же все-таки женское служение заключается? Вот, исходя из того опыта, который вы уже приобрели в, будучи воцерковленными. В чем оно заключается? Понятное дело, если мы берем во внимание монахинь, ну, их служение в монастыре. Они там трудятся, огород копают, когда не копают огород, они молятся, когда они не молятся, они опять копают огород. И очень достаточно регламентированная жизнь. Вот, в жизни мирской, то есть, когда женщина не принимает монашество, когда она замужем, когда она мать, вот, ее служение, оно в чем заключается, в чем оно проявляется? Или, если хотите, достаточно мое любимое слово в последнее время, в чем проявляется женская аскетика? Потому что, в принципе, нас призывает церковь быть аскетичными, независимо от того, монах ты или не монах. Ну, я вот думала об этом некоторое время, и я думаю о том, во-первых, что аскетика, наверное, она, в принципе, возможна, если в миру аскетика, и для мужчины, и для женщины только в браке, ну, как правило. Потому что брак, он заставляет все-таки человека как-то совершенствоваться, меняться, жертвовать. Вот, и для женщины тоже это исполнение добросовестное, исполнение своих обязанностей жены, матери. Вот, то есть вот в этом, наверное, и заключается ее аскетика, в том, чтобы выполнять свою работу осознанно, качественно. Ну, вот та женщина сейчас придет, какая-нибудь современная, сейчас вот здесь вот присядет, такая бизнес-леди, приехавшая на дорогом автомобиле, в дорогой шубе, скажет, мне это не надо. Ну, я же тоже тружусь, я же тоже работаю, зарабатываю деньги. Ну, ради кого? Вот, я, вот это очень интересный вопрос. Ну, здесь, наверное, дальше можно говорить уже о смыслах, наверное. Угу. О целеполагании? О целеполагании, о смысле, ну, если даже можно говорить о миссии некой. А в чем миссия? Ну, я думаю, мы вот, все, кто приходят, женщины, мужчины, все, кто приходят в храм, мы, безусловно, размышляем на эти, на все темы, которые мы сейчас обсуждаем, мы размышляем достаточно много. И вот в какой-то момент, размышляя о, ну, вероятно, было приурочено моей мысли к празднованию какого-то из праздников, посвященных Богородице. Угу. И вот эта мысль, что Господь пришел в мир людей через женщину. Угу. Интересно. Да. Ну, ну, то есть, куда, может ли большей быть миссия и большая цель для женщины? Угу. Ну, то есть, дальше уже женщина для себя решает, ставит какие-то задачи, но вот эталон, некая перспектива, она, ну, она может быть очень далеко, она может быть не, недостижима, но этот путь может быть очень долгим, но он, он очень интересен этот путь, и он, он сколь угодно действительно может быть долгим. То есть, это перспектива, она не конечна, там нет тупика, там нет стены, как, может, вероятно быть, у той самой женщины, которая, как бы, входит с нами в какой-то диспут и говорит, что вот, ну, что вы имеете? Вы имеете только там, простите, пеленки. Сопли. Под сопли, грязную посуду, а я имею возможность, ну, там. Роскошно жить? В том числе, нет, ну, в том числе мир видеть, это, как бы, тоже очень много, да, правда, мир-то настолько интересен, Господь его создал настолько многообразным, что эта женщина, да, она может видеть замечательные, там, скалы в Китае, в общем, всю красоту мира, да? Ну, вот, в этой связи, я, конечно, сразу вспоминаю книгу «Бытия», и мы вот до конца не знаем, как должны были распределиться гендерно, да, распределиться роли, если бы Адам и Ева не согрешили, вот, мы знаем только то, что Ева в помощь сотворена, да, мы знаем, что изначально это было действительно подлинное, настоящее единение, и мы помним с вами, что грехопадение, первое, что к чему привело, то есть, когда Адам и Ева искусились этим плодом, искусились не столько самим плодом, сколько и самим непослушанием, захотели быть, как боги, что первое, что они увидели, они увидели наготу друг друга, и мы говорили как-то вот в одной из наших передач о том, что увидеть наготу другого, это, в принципе, вернее, даже не наготу друг друга, а собственную наготу, это означает, что ты ощущаешь взгляд другого человека, как чужой. Вот, то есть, теперь на тебя смотрит чужой, потому что своих-то не стесняются, вот, до определенного момента они друг друга не стеснялись, потому что они были свои. В тот момент, когда они соблазнились, первое, что произошло, и одно из следствий грехопадения, это полная чужеродность друг другу, Богу, миру, и главная задача с этого момента для людей, это вот как раз собирание, как Кай из известной сказки, да, слово вечность. То есть, я так услышала, что вот единая плоть, она как бы стала, разъединилась. Ну, тут вот да, мы очень боимся, я очень боюсь сейчас, мы уйдем в философию Платона, вот, и так далее, с идеями об андрогинах, и так далее, чтобы наша передача все-таки была просто о вере. Вот, мы немножко за скобками этот разговор оставим, а вот именно тот момент, что я вдруг почувствовал взгляд ее, как взгляд чужой для меня, а она почувствовала мой взгляд, как чужого для нее, вот это вот то, что произошло. И далее происходит изгнание из рая с очень четкими установками, то есть, это божественный закон, который человек может не вмещать, с которым он может спорить, в общем-то, какая-то женщина, какая-то абстрактная, которую мы взяли. Закон таков, да, для мужчины аскетика это выход во внешний мир, с древнейших времен убить мамонта, выйти из своей пещеры, да, вот, в поте лица добывать хлеб свой, а для жены Господь говорит, будешь рожать в муках и положу влечение к мужу твоему. То есть, ее созидание вот этого мира, то есть, собирание этого мира из осколков, да, на самом деле начинается с собирания очага. И ты можешь с этим спорить, можешь быть с этим не согласен, но если ты будешь с этим не согласен, это не значит, что ты сможешь попереть, да, божественный закон. Это значит, что божественный закон, скорее всего, тебя намотает на маховик, и ты очень скоро придешь крайне измотанный, усталый, истерзанный, уставший, напряженный, потерявший мир, ну и так далее. Спасибо. Что ж, передача наша подходит к концу. Вот. Спасибо вам за ваш ответ, спасибо, что были сегодня с нами, я сердечно вас двоих поздравляю. Спасибо. Воистину воскресе, матушка, да. Поздравляю с женским днем. С женским днем, ну и желаю вам быть прежде всего вот носительницами того самого мира, о котором говорится в празднике Жон Мироносец. Вас, возлюбленные во Христе, я тоже поздравляю с прошедшим, с наступившим праздником Жон Мироносец. Мы еще в нашей студии встретимся и с Еленой Ивановной, и с матушкой Ириной, для того, чтобы поговорить о насущном. А сегодня мне бы хотелось вот всех женщин у наших телеэкранов поздравить с этим праздником и вот напомнить о том, что женщина призвана быть красивой. Обычно в церкви как-то не принято об этом говорить, а вот я бы сегодня как раз об этом хотел сказать. Будьте красивы, но только украшайте себя не только бижутерией, серьгами, красивыми платьями, вот, косметикой. Пусть красота будет и внутренняя, и духовная. Естественная красота, естественная красота для женщины, это ее очень вдумчивая, мудрая кротость. Это очень такая содержательная, глубинная добродетель послушания, послушание детям в значении не столько слушаться, что они просят и тут же исполнять, а вслушиваться в их проблему, вслушиваться в их скорбь, вслушиваться в их вопрос, вслушиваться и отвечать. Отвечать тем самым миром, который должен царить в ваших сердцах и душах. С праздником вас, Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok